всем привет продолжаем игру 5 и посмотрите какое красивое небо интересно раньше что-то такого не видел интересно специально после выполнения этого задания таким становится или просто так повезло да мне тут подсказывает что я ночью не люблю ходить поэтому такой красоты не вижу или тут валяется ну чтож пойдем сдавать задание и вначале полк рид точнее в ривер вот небо конечно красивое но еще немного меняется и и и и и и вот следующее задание по основному квесту я основной сюжетной линии выполнять буду еще нескоро потому что оно вот это как там дракон вне в небе после его выполнения начинают появляться драконы мне драконами пока рано биться где-нибудь после шестидесятого я его выполню пока еще надо основательно прокачаться потом потом зачарование сделать потом всегда с собой носить зелья на сопротивление огню электричеству и магии холод я сделаю себе по умолчанию то есть у меня как 50 процентов норда имеет врожденное сопротивляемость плюс один предмет зачарую на холод то есть сопротивление холода у меня будет всегда хорошее а вот к остальным надо будет зелья зельями как бы поддерживать во время боя эти сколько у меня денег денег нормально можно будет купить дома сразу если тебе что-то простое и надежное кляну нужен погляди продамся как барахло измедление времени нельзя очень читерная зелень нельзя его использовать по правилам эти можно продавать они не очень в принципе тоже можно продать только отвлекают все до встречи деньги закончились пойду отдам копоть а пока чем скорее он у тебя я верну его на место я не забуду твоя помощь мне и моей сестре не оценим сейчас появится и давай ей делать спасибо кто-то зовет мой товар и денег у него пока мало но будет больше попозже кстати я с каким амулетом дохожу интересно болезнь нормально а то я думал что я все ветр весь ветреный пик защищал самулетом на торговлю сейчас возьму все ингредиенты которые здесь раскидал и пойду в вайтран там куплю дом и уже в доме все это поскидываю так только у меня перевес все все таки придется оставить чтобы оставить топор зачем-то хотел разобрать что и забыл так все 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 скидываю слитки они мне не особо важны даже если я про них забуду то ничего страшного не случится интересно волк будет не будет здесь нету волк обиделся и больше не появляется в этих местах можно уже сейчас задать задание взять следующее но не выполнять его и начинать выполнять какие-нибудь маленькие задания из разряда разного кровь на снегу из разряда разного из разряда разного кровь на снегу конечно все такие задания где не просто будет на текущем уровне с текущей прокачкой их выполнять в любом случае приоритет номер один у меня сейчас прокачать кузнечку до 80 мне там где-то 62 то есть еще еще чуть-чуть кузнечку и потом два уровня взять надо в эбонитовое эбонитовое оружие сделать и эбонитовый щит сразу станет попроще бегаю тут куда он так резко резво убежал интересно догоняй своих товарищей да и кстати вот что хотел посмотреть сколько я зелий потратил 17 осталось а было 50 с чем-то то бишь 30 очку чуть больше 30 потратил говорят стража интересно сделаны лучи света да ты из коллегии ты можешь закрыть сегодня лавку пораньше мама твои что нет малышка а ты преодолел рог смертных и теперь обитаешь среди звезд ну сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Я думаю, все эти диалоги можно пропустить. Вы все их читали. Дракон, дракон. Спасаемся. Полундра. Дракон? Поросительно. Где его видели? Что он делал? На твоем месте я бы вела себя посерьезнее. Если дракону вздумается напасть на войтран, не знаю, сумеем ли мы ему помешать. Сейчас немножко придется потратить времени на все эти диалоги. Итак, Айрилет мне сказала, что ты был в западной дозорной башне. Да, мой господин. Расскажи ему то, что ты говорил мне про дракона. А, ну да. Он летел с юга очень быстро. Никогда не видел, чтобы кто-то двигался. Что мне было бы интересно перепройти, это сюжетки дополнения Redawn и... Ой, Даунгвард и Dragonborn. Потому что я их только один раз проходил и все уже забыл. А вот это вот начало основного сюжета оригинального Скайрима. Я он уже так достал. Совершенно уже скучно слушать какой-то 50-й раз эти диалоги. Айрилет, собери-ка стражников и приведи их сюда. Я уже приказала своим людям построиться у главных ворот. Отлично. Не подведи меня. Нет времени на церемонии, друг мой. Мне опять не надо. Да, да, помощь, помощь. Всем нужна помощь. Чем ты хочешь рилет и помочь ей в битве страны? Мне нужен дом. Хоть бы дом бесплатно дали за помощь. Что у тебя будет? Я не забыл. Знак, давай. И пожалуйста. Нет времени на церемонии. На перевес, спасибо. Я опять нужна твоя помощь. Я хочу посмотреть на этого дракона. Если ты не... Нет. Вами обоими я рисковать не могу. Из тебя здесь не обойди. Так. Ну что ж. Да, я хочу докупить дом. Сейчас как? Да. Сейчас сразу обставлю. И что же ты желаешь приобрести? Локоническое, конечно, первым делом. Человек, да, мебель для столовой, пускай. Хочешь купить что-то еще? Костинный. Хочешь купить что-то еще? Еще? Сейчас сразу все вставлю. Кухонная мебель. Хочешь купить что-то еще? И мебель для спальни. Хочешь купить что-то еще? Все. Надеюсь, мне понравится в драконии предели. Как-то, конечно, забавно. Я добежал сюда, у меня был вес нормальный. Купил дом, у меня перевес стал. Что за чудеса? Кстати говоря, надо сменить, не забыть. Так как я сейчас буду торговать. Нужно сменить амулет. Так, еще сейчас поразбираю предметы и заодно буду записывать какие-то чарования изучаю. Значит, что-то урон холодом. Карманные кражи. Далее обруч на 30 разбираю. Дальше, дальше, дальше. Все остальное вроде как надо. Хотя вот это здоровье тоже можно разобрать. Так, на шине легкой брони. Купец мне еще пока пригодится. И здоровье. Регенерация здоровья. Нажерели первой помощи. Какие-то забавное название. Кстати, я не могу уже разобрать. Можно их тогда просто продать. Так, все остальное мне пока нужно. Задание это отключаем. Как уже говорил, к нему вернуть где-нибудь уровня после 60-го. Завидую. Итак, ты хочешь овладеть тайными искусствами. Еще что мне нужно, кстати, взять первую, ну, достаточно быстро. Вот мне не хватает одного красноречия для того, чтобы взять вот этот перк вкладчик. позволит увеличивать запас золота у торговцев на 500, что в свою очередь позволит быстрее золота, больше золота собирать у торговцев. Тоже полезный перк, до которого мне осталось буквально чуть-чуть. Правда, для этого надо топать в солитюд, что мне пока не хочется делать. Снова сейчас покачаю чуть-чуть кузнечку. И, кстати говоря, я, наверное, могу... А, у него я разобрать не могу. О, кстати, я эту книжку даже не прочитал. Если бы здесь была бы рядом переплавка, я бы сразу взял эти предметы, которые железные тут лежат и расплавил бы их. Но... Но ее здесь нет. Там, перчатки. Хорошо. Хорошо. Вот это, кстати, можно продать. Надо продать. Точнее, один вес лишний занимает. Это мне, видимо, дали по заданию как раз их. Не помню, чтобы я их подбирал. посмотри, что у меня есть. Вид у тебя бледноватый. А, так значит, ты алхимик. И эта фраза вид у тебя бледноватый мне вечно сбивает. Я думаю, что это, что персонаж болен. Проверяю эти эффекты, смотрю, нет никаких ядов. она говорит постоянно вот это живит у тебя бледноватый, непонятно. если потребуются лекарства. Дай мне знать, если тебе кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. Так, камешки, камешки. Пора, кстати, заклинание тоже купить на захват душ. Вернуть, что ли, пока забить. Наверное, пока забью. Но вообще, его уже пора покупать и пора тех же крабов захватывать душу тех же крабов и потихоньку. Точнее, не потихоньку, а ускорять накопление этих камней. душ уже с душами, чтобы потом, когда я возьмусь за прокачку зачарования, чтобы у меня их было там штук сразу 100, 200, 300. Чтобы за присед сразу поднять. Потому что для этого надо будет бегать тоже камнем. К этим камнем, как они называются, тоже забыл. Камнем-хранителем брать мага, тоже спать, чтобы максимальный был бонус к прокачке. если что понадобится, загляни в магазин. Мы хотим найти ее. Так, приступим. Снова чуть-чуть покрафчу. кстати, я нигде тут не выкидывал эти полоски кожи. Они бы мне сейчас пригодились. Блин, вот именно там, где надо, я их не скидываю. Так, сыромятная, но у меня полоски кожи закончились. Переделаю просто всю кожу в полоски. И скину их здесь. Хотя, можно уже, ну нет, здесь скину. в доме они, все равно будут не нужны только здесь. А вот эти салитки можно уже домой занести. Так, погнали в дом. Разгружаться наконец-таки. 450 веса. Посмотрим, сколько у меня будет, когда я буду, ну, когда я все лишнее сложу. В тяжелых доспехах у меня где-то был вес без лишнего оба, а что это у меня? А, все нормально. Ключ есть. В тяжелых доспехах у меня был вес без лишнего барахала где-то 150. Ну, вот сейчас я без доспехов должен быть вообще буквально там 50. Так, так, я не понял. А где алхимическая? на первом этаже уже забыл. Значит, алхимические ингредиенты я скидываю вот сюда. алхимические ингредиенты ложечки. Вес пошел уже вниз. Наконец-то будет облегчение у персонажа. Так, 210. Дальше, дальше, дальше. Вот. Сюда я скидываю всякие предметы. Вот можно сюда скинуть болты. Кирка пригодится. Пока пускай будут стрелы. Ну и перчатки тоже можно сюда скинуть. Изменения мне в принципе пока не нужно. Тоже можно скинуть. Скорость бега продать вообще надо. Тоже можно скинуть сюда. Хотя нет. Здесь надо продать, а не складировать. Вот так. И еще у меня был сундучок. Вот этот. Здесь я храню руды. Руды, кожи и всякое такое. Кстати говоря, можно еще какой-нибудь сундук. Какой-нибудь сундук сделать для этих, для камней душ. Может, этот комод. Мусор заберу. Который здесь валяется. Камни тоже. Камни много. И весит они. Весить буду тоже прилично. Со временем. Ну вот, собственно, и все. Ну, вес, конечно, еще прилично. Интересно, что у меня такое тяжелое-то. Топор 14. У меня тут один щит, к примеру, 12. Больше ничего особо-то и не весят. А, книжки, наверное. Кстати, у меня тут есть книжная полка. Да, вот есть. Набрал кучу книг. Чуть-чуть стало полегче. Ну, собственно, все, я думаю. Слышный вес, я думал, будет поменьше. Эй, ты! Мы кое-кого разыскиваем в Айтране. Хорошо. Снова пристают с какими-то заданиями. Нам не рады в Айтране. Так что ищи нас в Рорикстеде. Если что-нибудь выяснишь. Мы ее со временем по тысячам. Так, ну что ж, надо куда-то отправляться. И вот вопрос, куда. С одной стороны, можно пойти до Солитюда, купить, взять еще несколько уроков по красноречию. Они мне пригодятся. Ну, то есть, смогу вкладывать по 500 монет всем торговцам. Собственно, у них будет больше золота. А можно... Можно сходить вот сюда, до сумочной шахты, еще покопать. Покопать эбонитовую руду, если она там восстановилась. Но, наверное, эбонитовая руда никуда не убежит. Солить юб, наверное, будет полезней. То есть, чем я раньше начну вкладывать деньги в торговцев, увеличивать их запас, тем будет лучше. Денег нужно еще будет очень много. И надо будет в Солитюде зачаровать что-нибудь на плюс к маме, чтобы у меня не было такой ситуации, что я то могу использовать эту эбонитовую кожу, то не могу. Неприятный глюк, который надо устранить. Солитя. 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 Продолжение следует... Сколько у меня там кузнечки? Кузнечка, кузнечка... Промотал не в ту сторону... Так, вот она... 66, еще нужно 14... Я бы с этими, конечно, подрался... Блин, ну там маг... А у меня сейчас к магии защита вообще никакая... Поэтому я с ними попозже разберусь... А то они постоянно на меня агрятся, когда я бегаю из солитюда... Из вайтрана в солитюд и обратно... Ну что, жизнь потихоньку налаживается... Кролика... Хренак... Корольчатина... Главное, персонаж начинает потихоньку бегать быстрее... Потом, конечно, будет еще лучше... Это пока только один предмет на плюс 14... Потом будет побольше... Значительно больше... Урона пока на тролли мне не хватает... Но можно разве что... Блок покачать... Так... Вот это вот плохо... У меня... Слетела эта эбонитовая кожа... Песец... С этой эбонитовой кожей... Слетела и чуть не откинулся... Ну... И вот еще она не накладывается... Слышно опасно очень... Атаку у нас будет пробивать блок... Тоже... Ого, их тут двое, блин... Ну... Конечно... Мне еще далеко до танка... Так... Что-то у меня... Закончились эти... Зелия выносливости что-ли... Нет, не закончились... Они просто слетели... С... Быстрых... Лавиш... В смысле... Те, что были в избранном... Они закончились... А новые... Не добавил... В смысле... То... 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 Проверил... Да... В смысле... Надо тренироваться вовремя блок ставить. Урона конечно маловато, очень маловато урона, мне бы 200 так или 300, которые в принципе будут в будущем. 60 это ни туда ни сюда, так только волков обычных бить и крабов маленьких. Краб притаился. Вот уровень, уровень пока брать не буду, возьму уроки. Думаю, как бы мне постоянно понимать, конечно можно следить за этим бликами на оружии и щите, но они такие. Конечно, с одной стороны заметные, но как-то надо внимательно на них смотреть, чтобы ловить момент, когда у меня слетает эбонитовая кожа. Иначе можно умереть очень быстро, если она в бою слетит и все, там буквально два удара и до свидания. В тяжелых доспехах в этом плане попроще. Накачал себе брони и все, ходи себе, не парься. Ну как и в легких тоже, в легких тоже можно броню разогнать нормально. Крокусы там бегают. Тяжелых доспехов чем еще хорошо, там есть перк на... Не помню, как он называется, там... Каждая атака по вам с 20% вероятностью будет... То есть противник, атакуя вас с 20% вероятностью будет терять равновесие. Очень вообще полезный навык. То есть грубо говоря, каждая четвертая вас атакуют и сами противникам так подшатываются. То есть мне, чтобы они пошатнулись, сейчас надо делать этот своевременный блок, а там вы просто стоите, вас бьют и они сами отшатываются. Чуть-чуть подбиваем руды. Солитюд, уроки возьму и побегу, наверное, в Винхельм. В Винхельм через верх побегу вдоль берега, там заодно забегу в Донстар. И в Донстаре, по-моему, есть кузнец, и у него еще тоже руды куплю. Тоже что-нибудь покрафчу. Погода испортилась, печалька. Сейчас дождик пойдет, а уже пошел. Так, сразу побегу. Думаю, нет, сейчас сразу или не сразу побежать за уроками. Наверное, я кузнецу забегу только. Кажется, требует все, что доброму воину нужно. И сразу пойду за уроками. В принципе, денег у меня нормально. Так, надо продать, продать, продать вот эти. Вот это. Вот это, вот это. Всякое барахло тут накопилось. Тоже продам, тоже продам, все. Зелья, кстати, немного осталось. Я все ингредиенты выложил, так что... Сейчас, кстати, интересно, хватит ли у меня вообще денег. Хватит ли у меня зелий, чтобы у всех торговцев здесь деньги собрать. Я в любом случае у алхимика смогу купить ингредиенты. Из них еще что-нибудь сделать. Наверняка получится так, что я... Ну, ингредиенты, которые я куплю, окажутся дешевле, чем... Блин, или как правильно сформулировать. Что я куплю ингредиенты там за тысячу, грубо говоря, а зелье из них наделаю на три тысячи. Ну, вы поняли. Я именно тот, кто сможет тебя научить. Так, четыре урока, ну нормально. Берем здоровье и еще одну. И все, и остался один уровень и 14 этих. 14 пунктов кузнечного дела прокачать. Денег совсем мало. Видели бы вы мою девушку, она надела кофту, в кофту в районе пуза спихнула эту кошку. И эта кошка поглядывает там из прорези. Говорит, чувствует себя, наверное, как у бога за пазухой. И зырит по сторонам. Я, великий жрец, возьми богу. Возьму бонус на торговлю. Да благословишь. Еще, конечно, мне в кузнечке, желательно пораньше, взять в вот этот перк, чтобы наконец-таки начать одежду нормальную крафтить. То хожу босыми ногами, без перчаток до сих пор. Так, а, да, кстати говоря, я красноречие-то прокачал, да. Только перк-то я вложил. Я перк не вложил в этого вкладчика. Да. Перков мало. Ну, тут, конечно, и кузнечку надо, и туда, и сюда надо. Все надо. У меня денег не хватит. Блин, мне не хватит денег, чтобы мне все скупить. Я как-нибудь попозже зайду. Можно, конечно, попариться и там, вначале что-то продать на 500, потом купить у него на 500, потом снова их продать, что-то на 500 и так далее, но мне лень возиться. О, не твое доброе. Да и мне значит, что-то будет приглянеться. Какая удача. Брюки, юбки, платья. Одежда действительно на любой случай. У меня только остались зелья невидимости. Наконец-то. И все. И все. Больше продавать нечего. Медика не найдется для вебного ветерана. Не ищи каждый этот магазин со мной заходит. Я сам амулет-то наделал? Не наделал. Ну и пофигу. Переживем. Так, теперь вот колхим кулют зайти. Если тебе что-нибудь, добро пожаловать, погляди. Что-то совсем мало ингредиентов. Видать, у них кризис. Кстати, значительно выросло. То есть на 200 я надел амулет, выпил зелье. Цена вот этого зелья с 400 с копейками выросла почти до 600. Хотя, конечно, зелень наделать здесь не проблемно. Я их еще буду делать кучу. И здесь все упирается в запас золота у торговцев. Так, что тут есть интересного? Что тут есть интересного? Что тут есть интересного? Продолжение следует... Такого дорогого ничего и не сделать. Пошли не маги на 30 секунд. О! Дорого стоит. В общем, на скрытности. Ладно, хватит. Хватит, ну чуть-чуть так. Все деньги я у нее, по-моему, да, забрал. Приходи ко мне, если понадобится право или измелье. И тут из торговцев остался еще торговать с луками. И, по-моему, все. Погляди. О, как-то вдруг посветлело. Интересно. Я вроде времени прокручивал. Было темно. Ладно, погнали в Донстар. Нагрузка небольшая. Если ты идешь в Синий дворец, лучше свиньи. Я туда побежал. Немного сюда вверх пройдусь. Хоть вспомню, что здесь. Помню, что вдоль дороги здесь хорошо идти. Ингридиентов много. И больше ничего не помню. Я сюда только ради этого и заходил. Так. 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 интересно что я делаю блог щит даже не успевает как бы показаться анимация что я выставляю но при этом этот эффективный блок ну нет своевременный блок он срабатывает скраб пошатывается собрать нельзя что паркеры можно ему давать немножко по башке теперь не нужно от них бегать теперь они отменились легкого оружия 85 в принципе когда начну нормально воевать часто но там до 150 будет до 130 довольно быстро доходит мы потом еще 150 и дальше качается монстры здесь все толстые поэтому качается оружие здесь довольно быстро как только начинаешь сражаться да кстати вот что еще хотел посмотреть какой там дополнительный эффект у эбонитового кожи и у вот этот 15 процентов еще сопротивление урона ближнем бою интересно как то так сопротивление огню на 130 ой на 230 здесь 30 процентов еще тушки для битья только встать так чтобы они убегали на сушу они в море в море их не догнать ну собственно смог в море если вы ничего не сделали там оружие нельзя активировать но все-таки здоровье конечно снижают по чуть-чуть по чуть-чуть мне еще этот коза красиво но когда оружием макаешь совершенно непонятно есть еще нет участие выбирается оружие так мелькает что не понять есть этот эффект есть конечно вариант вот так вот биться от третьего лица но мне очень нравится если только вот по этому эффекту который вот происходит во время снятия но вы тоже можно пропустить прям хоть этот ставь мод на мод который показывает активный эффект который на персонажа мне тут даже сразу подсказали какой-то мод там же есть настройка на это да на отображение эффектов они там насколько большие тему иконки я видел какие-то скриншоты там прям такие здоровые иконки они некрасиво но то есть много занимает место на экране у меня этих эффектов то будет много разных вот если бы они были как в это в морровинде и совсем маленькие было хорошо хорошо вот здесь да очень это вечером кстати хорошо гулять по этим северным землям очень издалека и хорошо издалека видны эти корни нирно по исключению днем их трудно заметить вот ночью хорошо но и и и и и и и и и рыб сейчас выбиваю исключительно ради ингредиентов которые есть незнакомиться не хотят покупать на дне он зависли и все Где? О, всплыла. Вон еще корни нирна. Здесь их на севере много. Хоть что-то приятное. Меня тут подкалывает? Нет, не про это. То, что, ну, вот этот север, он такой унылый, холодный. Тут лед, снег, и как-то уныленько. Ну, хотя бы корни нирна можно собрать. Блин, не можете использовать в бою. Ну, да, сервис сияния здесь тоже приятное. И все, на этом плюсы заканчиваются. Так, кто-то там впереди. А это волки. Волки, кстати, снежные. Вот, вот, сохранится. Попробую, как с ними. Будет. Их трое. Точнее, два снежных. Один обычный. Не знаю, там, где им прыгнулось совсем чуть-чуть. Надо сконцентрироваться на одном. Чтобы добить штуку. Ну, нормально. Больше всего я переживаю над тем, чтобы у меня во время боя не слетела эбонитовая кожа. Конечно, волки не очень приятные противники, потому что они бегают вокруг да около. Но в целом, справляюсь нормально. Персонаж уже дорос до того, чтобы убивать снежных волков. Что не может не радовать. Кстати, вот сколько я сейчас играю. Какой, где-то уже 20-й час, наверное, пошел. Я уже даже сбился считать. Но получается, что... Как я в тяжелых доспехах за два выходных, я начинал уже себя чувствовать нормально на поверхности. То есть тоже как раз был 35-й. И уже на поверхности было нормально. Житье было нормальное. Так, получается, и без доспехов то же самое. Думал, будет сложнее, но нет. Так же вот, получается, два дня. Ну, если считать. Два полных дня игры. Тот же 35-й, 36-й, 37-й. Ну, конечно, похуже. Чуть-чуть. Там все-таки уже было 900 брони. Но уже... Жить можно. Главное, чтобы не получилось так, что, как и в тяжелых доспехах, к 80-му уровню игра стала на изи. Все, там уже драконы без проблем убиваются. Боссы. Ну, единственные противники неприятные, которые оставались у меня. Это мародеры, главари бандитов, когда они особенно с щитами. Все остальные уже убивались легко. Ну, здесь, конечно, будет вело кучей сложнее, потому что надо постоянно поддерживать эту бандитовую кожу. Забыл немножко, слетело во время боя, и все, и до свидания сразу. Вот это неприятно. Прям, хоть, не знаю, какой-нибудь мод сам делай, который будет заставлять персонажа автоматически ее использовать. Девушка рыгается, говорит, как так? Усложнение сложнее, а тут какое-то автоматическое это использование. Что это вообще за сильное такое? Негодует сразу, говорит, как ты отходишь от своих хардкорных правил. Ну, это... Я сказал, что это геморрой больше добавляет, а не сложности. Да, тем временем час прошел. Время летит быстро. Так что эта часть заканчивается, и до встречи в следующей части. Субтитры сделал DimaTorzok